Много лет назад, когда я был еще студентом и жил в Нижнем Новгороде, я познакомился с одной девушкой, и мы прогуливались с ней по Межгородскому откосу. Там красивое такое место, обрыв большой, Волга внизу течет, липы растут. В общем, такое прекрасное место. И вот я уже, конечно, не помню за давности времен, кто там был виноват. Ну, в общем, трое подвыпивших ребят вступили с нами в полемику. Я был какой-то парень достаточно резкий и тренированный. И, в общем-то, мне удалось одного из них сразу скинуть с этого откоса. Но два других меня, конечно, начали очень серьезно прессовать, как сейчас принято говорить. И при этом третий-то тоже выбирался, когда ты должен был вылезти все-таки оттуда. Вот. Конечно, эта девушка сначала кричала, отстаньте, прекратите. Но потом она поступила совершенно неожиданно. Она сняла туфлю. И так туфлю одному из нападавших, самому такому ярым поносу со всей силы, ударила. И брызнула кровь. Они настолько растерялись, что, в общем-то, это хватило мне, чтобы от них оторваться. Значит, и мы ушли без потерь. Причем потерь-то была та сторона понесла. Ну вот, эта девушка, моя жена Вера Ивановна, и мы вот уже много лет с ней живем. И я вспоминаю этот случай всегда с таким, ну, очень интересным чувством. Потому что, в общем-то, надо было такой вот худенькой небольшой девушке тогда вот с тремя хулиганами так вот ступиться за своего товарища. Женщина – это очень многообразное представление. Женщина есть у нас и мама, у каждого женщина есть и любимая, женщина есть и дочки, и внучки. И каждому из них, мне кажется, это такое многогранное создание, что каждому из них надо относиться отдельно и с особыми чувствами. Поэтому как-то интегрально все это объединять в одно я бы не стал. Потому что вот каждая женщина, она должна быть все совершенно специфичной, самобытной для того человека, для которого она предназначена.